Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 27 мая, но только если вы заметили, по сравнению с предыдущим видеороликом про Настю, я сейчас уже нахожусь в другом проходе. Вот здесь проползаю мимо индетерминатных, все внизу удаляю, все подчерщаю. И вот я доползла до любимого праздника, и, конечно, нужно рассказать и о нем, как его формировать, потому что нижние кисти, и здесь, и здесь, вот вы видите томаты, они все почти уже опылились, начинают, ну как, наливаться, сформироваться. И в этот момент мы уже должны точно знать, как мы будем формировать этот томат. Этот томат особенный, потому что у него могут быть, вот видите, даже вторая кисть уже, вот все, эти томатики. Этот томат особенный, потому что у него на этом томате могут вырасти плоды-гиганты до 1,2 кг. Я никогда такие не стараюсь, огромные томаты выращивать, потому что он, ну если честно, в быту он неудобен, проще выращивать 500-граммовые, 600-граммовые, порезал на салат и все, а 1,2 кг даже скушать за раз его невозможно, вот одному человеку, что его делить на порции. Но все равно, вот этот любимый праздник, он способен дать такие томаты, но все зависит, опять же, от формирования. Я сейчас немного коротко опишу этот томат. Вот тоже стоит любимый праздник. И дальше я вот туда отодвинусь, покажу, где не сформированы еще. Вот эти у меня обрезаны. Тут видно явно, что он у меня идет, видите, вот развилка в два ствола. Вот это первая кисть, это лидирующий пасынок, я оставила под первой кистью. И дальше буду я их вести в два ствола. Так как они крупноплодные, больше 5 или 6 кистей не рекомендуется оставлять, потому что тогда теряется сам смысл. Вот эта вот крупноплодность теряется, их будет много, они будут мелкие, такие же, как все. А если мы оставляем именно столько, сколько нужно для крупноплодных, тогда мы увидим вот эти огромные, такие вытянутые розовые плоды. Так, ну несколько слов о томате, любимый праздник. Томат детерминатный. И смотрите, некоторые начинающие огородники даже разницу не видят. Думают, что все детерминатные, это такие вот как демидов, низкорослые, такие как бы не посынкующиеся, но детерминатные сорта бывают разные. Вот любимый праздник, он детерминатный, но он высокий, он метр двадцать в открытом грунте, а в теплице он вырастет метр пятьдесят, метр семьдесят. А слово детерминатный обозначает лишь то, что его не нужно прищипывать, и что он сам завершкуется, то есть он вам лишних проблем не создаст. Он вырастет полтора метра, ну пусть метр шестьдесят, метр семьдесят, и он спокойно сам закончит свой рост, под потолок он не будет стремиться, он не упирается вверх, вот как, например, Деборао, если его посадить в теплицу, он будет и расти, и расти, и расти, он пока не воткнется в потолок верхушек, это теплицы, пока там не сгорят у него все эти макушки, верхушки не прижгутся. Этот нет, он более культурный, он вырос в человеческий рост, и все, у него начинается вот этот налив плодов, созревание, больше он не, как я выражаюсь, это не бешеный томат, который будет расти, вылупил глаза, все, вот он детерминатный, потом, он очень крупноплодный, у него именно генетически заложена способность, он может родить плоды-гиганты. Если вы зададитесь целью и оставите, например, меньшее количество цветов, не то, которое, ну, как по природе родилось, а если вы ограничите, ограничите количество стволов, то у вас будут огромные такие томаты, которые, возможно, вы не видели такого томата огромного ни разу в жизни. Это тоже сибирский сорт, он довольно-таки новый, молодой, ну, как новый, новый, это не считается, что в этом году и в прошлом. Если томату 10 и 15 лет, он уже считается молодой. Это не бычье сердце, которому 50-60 лет, который еще бабушки выращивали. Это вот такой современный сорт, это сибирский сорт, и он именно предназначен для того, чтобы успеть вызреть в открытом грунте. Я вот это считаю, это самым таким преимуществом любимого праздника, что такие большие, огромные плоды, они успевают вызреть на кустах в открытом грунте. И вот раз я затронула открытый грунт, то формирование обычно у нас различается. В теплице одно, в открытом грунте другое. В теплице больше двух стволов никогда не оставляю, но при желании, если вы хотите, можете вообще в один ствол вести. Вот я два ствола оставляю, и все, и там пять будет, у меня сейчас кистей. Вот вторая завязалась, третья цветет, четвертая цветет, пятая уже в зачастки. Можно сказать, что все кисти он уже выдал, вот эти цветочные. Сейчас осталось ему только, как только он завяжется, и я сразу буду лишнее, что если будет появляться, буду удалять. Вот в теплице идеальный вариант, два ствола, пять, шесть кистей. В открытом грунте можно сделать на три ствола. Но про открытый грунт, я чтобы не удлинять видеоролик, я сейчас не буду, потому что у меня еще нет их в открытом грунте, нечего показать. Сейчас показываю только в теплице. Вот смотрите, вот я два ствола оставила, сейчас я покажу, как он был. Когда я подошла сегодня, один специальный экземпляр оставила. Ой, моя подстилочка, придется вставать. Лежа, так хорошо видеоролики снимать. Вот смотрите, я подхожу к этому томату. Вот этот же любимый праздник, вот они они, помидорки уже завязанные. И хотя я несколько, ну, наверное, дней 10, 12 назад я подходила и оставляла всего два ствола. Вот эти каждые два ствола, смотрите, они же еще вот так вот разветвляются. А этот еще. И вот здесь нужно проявить такую особую стойкость. Если вы решили в два ствола, не поддавайтесь на провокацию и не оставляйте вот эти вот пасынки дополнительные. Смотрите, он, конечно, очень красивый. Он уже цветет во всю этот пасынок. Он уже эту основную обогнал, и все у него хорошо. Но представьте, подумайте, вдумайтесь, сорт крупноплодный. Должны быть 700, 800 граммов. Если уже внизу завязавшиеся кисти, и вот эта кисть, она уже, и тут еще уже, и еще тут добавится, и еще тут. Но вы сами подумайте, вот так вот, может ли быть на одном томате столько плодов, 700 граммовых или 500 граммовых? Ясно, что нет. Если оставите все, они будут маленькие. Значит, вот этот, какой бы он не был красивый, я потом ножницами покрасивее обрежу, какой бы он не был, не поддавайтесь, вот я как говорю, не позволяйте пасынкам обаять себя, вот этот мы все равно удаляем. Все. Я вот в прошлый раз приходила, удаляла внизу, теперь все удаляла во втором ярусе. И получается, что у меня на двух стволах то количество кистей, которое должно быть, оно уже готово. Все. Теперь все, что будет рождаться дальше, там вот где-то, видите, тут еще с макушки будут вылазить, все удаляем, удаляем все, иначе крупных плодов не будет. Ну и все. Можно подводить итог. Если мы про Настеньку, я вам рассказывала, что вы можете тут хоть как, хоть так, хоть так, у нее колеблется вес от 300 до 500 граммов. Если оставите 4 или 5 стволов, ну, будут 200 граммовые. Если оставите 2 ствола, ну, будут 500 граммовые. Это не критичная, не очень большая разница. А вот у любимого праздника совсем другое. Тут может быть плод или 200-300 грамм, или 1,2 кг, или 900 грамм. Тут уже большая разница. Поэтому перед тем, как или удалить что-то лишнее, или оставить, вы должны подумать, что вы хотите получить от этого томата. Он то вам и даст. Хотите много мелких, оставляйте 3 ствола, 4 ствола. Но, так как это крупноплодный, и он предназначен, ему суждено по жизни удивительно с крупным плодом, значит, нельзя оставлять ни лишних стволов, ни лишних плодов. Это, конечно, просто мои вот эти все советы, рекомендации. Это просто на основании моего личного опыта. Каждый может делать так, как хочет, но я делаю так. В теплице 2 ствола, 5-6 кистей, на улице 3 ствола. Там тоже как получится, 6 кистей оставляю, бывает, шестая кисть не возревает, но это зависит от лета. Вот так я формирую любимый праздник. Очень вкусный, очень красивый, потом созреет, покажу. Субтитры делал DimaTorzok